Всем привет от канала Миллион Абдулла. Сегодня я вам буду показывать марки, которые мне любезно предоставил Алексей. Алексей является подписчиком канала Миллион Абдулла, смотрит ролики про марки и, насмотревшись своих роликов, тоже стал собирать марки. И он обнаружил у себя дома два интересных альбома, которые остались от его дяди, который был итальянцем, жил в Италии, потом приехал в СССР жить, потом уехал в Италию и женился на его тете, потом они оба умерли и про эти марки все забыли. И вот Алексей стал переборку делать дома и вдруг обнаружил вот эти два замечательных альбома, который привез мне специально. Сейчас он сидит рядом и говорит, вот снимайте эти марки, я оставлю их на неделю, там я говорю, не-не-не, только при тебе сниму, потому что, как на неделю, как-то ответственность такая, ценности все-таки. Вот, воспоминания туда-сюда. И решил снять прямо при Алексее. Так что вот снимаю. Первый альбом Франко Болли де Италия, альбом P4 Рома. Рома. Так, листочек откуда-то выбрался. И здесь интересно, на винтах все. Почему-то 1900 написано и прочерк. Видимо, куплен он был за такие деньги, 1900 лир, наверное, не знаю. Ну что ж, посмотрим, что тут есть. Марки некоторые просто отвалились и они не с этого листа. Вот две марочки только тут. Показываю только общие вещи, не вдаваясь в подробности. Какие марки красивые. Много чего и нету. Так, аккуратненько. Да что ж такое-то. Задеваю. Это все Италия идет. Здесь уже побольше марочек итальянских. Еще побольше. Первый раз такой альбом вижу с итальянскими марками. Дорогие зрители, здесь только итальянские марки. Вот. Конечно, их гораздо больше, чем... Ух ты, это что тут. Одна отвалилась. И гораздо больше. Но какая-то часть, как видите, здесь присутствует. Это вот тридцатый год. Ага. Да, это все тридцатый год идет. Довоенные. Да, здесь с них долго разбираться придется. Сколько их, оказывается, было-то разных всяких. О. Ой-ой-ой. Уже они... Вот. Правильно Алексей сказал, что он хочет их переставить в кляссер. Аккуратненько. Все убрать и в кляссер. Потому что они постоянно отклеиваются и норовят куда-то там выпасть. И то ли наступишь на них, то ли согнутся, то ли чего. А в кляссере они как-то... Однако уже... Не всегда кляссеры были. Раньше только такие альбомы были. Я не знаю, какого-то года альбом-то. Вот тут тридцать пятый. Тридцать пятый год. Да, тридцать пятый год. Это... Самые дорогие марки в СССР там. Наборы. А здесь не знаю, сколько они стоят. Тридцать шестой. Еще довоенные. Ух ты, как интересно. Да. А сколько еще тут отсутствует? Все на итальянском языке. О! Вот эти два набора у меня есть. Мне прислали их чистые. Вот здесь одна чистая, другая гашеная. Эти тоже гашеные, гашеные. Муссолини и Гитлер. Одна серия, где они без шапок. А другая серия, где Гитлер в фуражке, а Муссолини в шлеме. Это тоже... Это тоже военные. 42-й год. Я не знаю, когда там Италия из войны вышла. Значит, это все военные. 44-й. Спасибо. Какие-то надпечатки. Италия. Какие надпечатки здесь? Один номинал заштрихован, другой написан. А, это уже какой год-то? Тут не написано. А, уже послевоенные. Это уже послевоенные пошли. Судя по всему, с этого альбома здесь вообще не видно, чтобы отклеились. Видимо, их и не было этих марок. Что в серии бывают редкие марки. И, скорее всего, их-то и нет. А бывают, что просто не докупили в свое время. И все. 49-й год. И эти марки даже в живую никогда не видел. Получаю довольствие от этого просмотра. Вот такой набор. Вот эта марка у меня есть одна. А набор-то, вон, 5, 15, 19 штук в наборе. Он целый. Единственный пока что встретился. Может быть, вот у Алексея марки еще там в пакете есть такие. Вот, может быть, там из этих альбомов тоже что-то вывалилось и в пакете оказалось. Тут надо все перебирать, смотреть. Это все по каталогу, конечно, надо отсмотреть. Потому что так просто вот так вот наугад найти без привычки очень тяжело. Вот марка, откуда она? Она может быть из этого листа. А вот из этого, да, вот она просто отклеилась. Видимо, отшпилилась. А бывает, что и другой лист заберется. Вон, видите, как. И вот так вот эту марку отсюда вытаскиваешь. Думаешь, аккуратно бы надо вытащить. Так иногда рука-то дернется, и все. Марк согнулся, тишь плохо. Да, это уже 54 год. Здесь уже. Не знаток, конечно, марок Италии. Еще какие-то. А так это отсюда. Почему это на конверте здесь? Какие-то марки из этих у меня есть. Да. Круто. Так что вам совет мой, если что-то будете разбирать там, читать вещи, смотрите внимательно. Там может оказаться очень интересные штуки всякие. Ну, мало ли там. Всяко бывает. Родственники все-таки они, есть что-то не живут. Так что смотрите аккуратно. Обращайтесь с наследством. А вот здесь уже, по-моему, уже с этого периода. Уже что-то. 77-го. Да, тут уже. А, нет, что-то еще есть. Да, еще что-то есть. 45-й, 46-й. Это, видимо, какие-то специальные марки. Потому что это, вот только что был 70-й какой-то, а это уже 45-й, 46-й. Это авиационная почта итальянская. 5 марок из 7. Тут тоже 48. Да-да-да. Определить ценность этих марок без каталога просто невозможно. Обычному человеку. Да и коллекционер-то не каждый, наверное, скажет на скидку. Поэтому я даже не знаю, сколько они стоят. Именно поэтому не захотел, чтобы мне их оставляли. Даже на какое-то время. Потому что, ну, мало ли там случайно что-нибудь потеряешь, будешь там переживать. А так вот все прямо на виду. Снял. Все хорошо. Видно, что я не тороплюсь. Аккуратненько все делаю. Вот еще какие-то, там это у меня... А, это сцепка, что ли? Нет, не сцепка. Такая серия. Как будто бы две марки. Так, вот еще тут что-то. Много чего, конечно, нет. Марки собрать даже какой-то одной большой страны. Видите, как итальянских марок много. Это надо попыхтеть-то конкретно. Альбомчик-то на винтах, между прочим. Да на латунных. О, как раньше делали. На латунных винтах. То есть он... Можно его разобрать. Аккуратненько развинтить. И собрать. Вот такой вот замечательный альбом. Спасибо, Алексей. Давай второй посмотрим. Второй альбом. Астро Францоболли. Альбом иллюстрато пер Францоболли. Францоболь, наверное, на марке все-таки это по-интальянски. Вот здесь в пакетиках какие-то марки. Какой же это страны? Чат. Республика Чат. Вот. И тут еще набор. Сзади. Да, тут еще. И там еще. Один. И вот еще один. Вот так вот. Здесь марки только на одной стороне. Вот на этой. Мы их будем смотреть. Самый альбом, конечно, уже заслуживает внимания. Вот тут карты нарисованы. Какие-то тут надписи есть. Где сколько народу, видимо. Что как. Немножко географии. Я когда открыл, сначала подумал, что это атлас какой-то. А не марочный альбом. И это состояние, на какой же это год-то альбом-то? Какого года? 57-й год. Ух ты. 57-го года альбом. Это хорошо. А вот, собственно, все флаги стран. На тот момент, я думаю. Хотя как-то маловато. Мне кажется, их больше все-таки было. Вот здесь, видите, наклейка есть. Вот она. Присутствует. А марки-то нет. Куда-то она запропастилась. Здесь тоже какие-то пятна. Соответственно, смотрите, читайте. Здесь страна нарисована. И почему-то вот изображение только первых марок в серии. И даже год-то указано или нет? Вроде нет. Нет, года нет. А это уже Булгария. Я так предполагаю, что до 57-го года альбом, он как бы... То есть все страны там по году представлены. Я так предполагаю, естественно. Ошибаюсь, нет, не знаю. Вот тут 56-й год. Да, наверное, 56-го года альбом за 56-й год. Чехословакия. Вот уже Чехословакия пошла. Потому что понятно, что в странах гораздо больше марок. Я вот таких и не видел. Круазия. Какая-то Круазия. Хорватская. Да. Страны так часто меняли названия. Географические границы. Марки выпускались с какими-то надпечатками. Что-то там оккупация. Чего только не было. Чего только не было. Казалось, что вот эти все изменения навсегда. И все будет вечно. Вот граница, все незыблемо. Вдруг бац, второй раз, война, хлоп, и все опять поменял. А на марках все это запечатлевало. То одна страна, то другая. Вот здесь видите конверт. Здесь еще какие-то марки. Они могли отшпилиться или с этого альбома, или с другого. Или так и быть уже, так сказать. И сколько альбомов было у дяди. Даже, наверное, никто сейчас уже не у кого спросить. Потому что стало известно, что дядя собирал марки уже только после его смерти. Я прав? Прав. Вот так-то. Так что вот так. Не у кого спросить сколько альбомов. Может быть у дяди там 50 альбомов было. Или 150. Мы даже не знаем. Или это единственный альбом у него. Или в Италии еще есть. Неизвестно. Вот видите, как все разбросано. Все разбросано. Да. Вот красивый, конечно, этот этот. Lundi. Pissiment Inglisi. Lundi. Страна Lundi. Сейчас такой нет. Сейчас она называется иначе уже. Как называется-то? Сьерра-Леоне. А, это Сьерра-Леоне. Это Сьерра-Леоне. Надо же. Красивый, конечно. Это греческие марки. Здесь альбом разных стран. Ну, всех по чуть-чуть. Вот даже наши марки. Но не сами марки. А вот именно вот этот вот буклет. Видимо, рекламный. Покупайте типа советские марки. 59-й год. Раз 59-й год, а альбом 57-го, значит он появился вот этот буклет на пару лет позже. Ну, коллекционеры иногда, когда марок не купить, они и буклет вставят. Ничего страшного. То есть, не все такие чокнутые, которые только за марками гоняются. Некоторые могут и ставить картинку или вырезку из журнала. Было такое. Особенно если дети, так и без разницы, что подарят, они всем всему рады. А дядя 57-го года, это значит, смотри, сколько лет прошло. Это он, наверное, ребенком был, может быть, нет? Наверное. А если он был ребенком, тогда, конечно, тут такой строгости в сборе марок не было. Что купили, то он и ставил в альбом. Вот. Конечно, чтобы идти в эти филателлистические магазины, что-то заказывать, надо кучу денег. Может, даже советские здесь будут марки. Я не знаю, Югославия надо же. Югославские марки. Югославские марки, кстати, у меня их почти нету. Тут все чистые. Ну, не все, конечно. Да. У меня югославских очень мало марок. Да. Странно, я таких и не знаю. Вот Монако. Монако. Тоже чистые, красивые марки. Ну, это, видимо, 52, ага, 52-й год. Надо же. Вот эта марка у меня есть. Еще с кораблями, с вертолетами, с самолетами. Еще какие-то короли. Тоже Монако. Президенты. Ну, вот Монако хорошо представлено. Так Монако, наверное, рядом с Италией. Из-за этого, наверное, и представлено хорошо. Я так думаю. Монако, конечно, рядом. Да, вот листаешь и как-то немножко неловко из-за того, что парки все время туда-сюда вот так вот гелозит. Это уже Норвегия. Нидерланды. Ни одна марка есть, оказывается, какая длинная серия. Вот еще такой навал, в котором разобраться надо еще умудриться. Вот еще. Полония какая-то. Что за Полония? А, Польска. Значит, это Польша. По-итальянски, наверное, Полония. Польша, да. Красиво. Польша, да. Красиво. Марочки. Какой год? Пятьдесят шестой. Пятьдесят шестом году какое-то у нас тоже было спортивное мероприятие. еще еще вот польские марки какие-то вот совсем старых вроде бы я не нашел может быть есть конечно но как тут мой глаз не высыплю какие-то 1800 какого-то года марки пока не видел зато вот какие-то наборы тут почти полный романе румыния а вот и раз надо же наклеено было что-то но куда-то отклеились и все то есть на рашу оставлен только одна страница посмотрите какое несправедливость то раша все одна одна страничка тут и царские марки и советские вот сфер там на страничке это ничего не осталось главное вот этот альбом никто в руки не брал даже я так понимаю никто отсюда ничего не выковыривал правильно я его смотрю 1 поэтому если здесь что-то древнее есть там цены она здесь и и лежит что никто его из коллекционеров не смотрел о швеции ах ты елки-палки вот это когда вижу вот эту марку в так сердце йогут потому что эта марка вот пятьдесят шестом году была выпущена первая шведская марка изображена и она один в один как вот настоящий шведской вот это первая она дорогущая вот этого и там несколько штук вот и вот здесь конечно же пятьдесят пятом году выпущена она в 1855 года вот и году вернее вот если такую марку найдешь все это считаю очень сильно повезло очень сильный шведский марки шведский меня полно тоже одна страничка только хельветия швейцария что ли турция и турции есть наборчик хороший чистый это уже венгрия это что это тоже венгрия какое-то оказывается набор то большое у меня несколько штук из него есть он какой огромный от 3 на душ ух какие вот таких у меня нету красивый набор в обалденный с растром с таким сделать я его и не видел никогда надо же 52 год еще сталинское время животными тоже наборчик старенький еще спортивный а это вот какие-то лицо тоже красивые венгерские марки вот когда я маленьким был венгерские марки чистые они вообще какие-то дикие деньги стоило стоили прям вообще вот невероятно одна марка там какая-нибудь могла стоить там рубль или два наборы тоже вот только вот гашеные столе как-то приемлемо чистые венгерские марки дорого очень так это тоже венгрия тоже что-то тут такое весело будет все это дело разбирать еще животные еще бельгия что ли некоторые стран даже и не знаешь как называются потому что по-русски то ничего не написано так 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 туго вот и 4 африканская кстати очень на борту в хорошем состоянии чистенький с наклейками эти наклейки на оборот гарантирует что марка настоящему что без наклеек это все скорее всего клей навели как обычно не знаю иностранных там наклейки нам тоже ценится чтобы без наклеек было где же без наклеек старый то возьмешь они всегда были приклеены были а старые марки по 10 раз были переклеены с альбома на альбом я-то знаю кто-то еще находит без наклеек альбом я смотрю что-ка половина просмотрели ты большой пусто это что колония какая ничто ли и странные марки не знаю даже что это такое какие-то арабские название чувствовали одну сомали либерия олимпийская серия как еще ли берет до богатая конечно коллекция можно сказать что не полная конечно это очень плохо если полно это вообще было бы ух прям редкость видимо да это скорее всего собиралась в юности наверное я так предполагаю не совсем уж в детском возрасте потому что так аккуратно расклеена все уже постарше хотя может быть вариант что просто куплен уже вот в таком виде теперь ты уж не спросить не узнаешь еще и фн и это что спагнули я даже не знаю такую страну но у меня есть один набор вот этот инфо на и подарили мне один коллекционер из швеции ринатос то что вспомнил ринатос мы подарил сколько марок вот и канада канада 3 цента вот вот эта марка похоже старая потому что здесь нет никаких надписей мелких мега мелкого текста и просто 3 цента и какая-то король наверно изображен тут что-то напечатано какой-то год но непонятно какой-то год раз печать круглая с текстом это скорее всего ну не совсем там 1800 какой-нибудь 40 50 но по крайней мере близко тысячу там девятисотому году может быть не вдалеках где-то но тут 27 цифр может быть это двадцать седьмой год вот это уже вот вот это уже можно смотреть какого года интересно все остальное она карта какая здесь полиграфия четко ты в этом вот наборчике канадские марки красиво еще с животными тут есть но опять же я могу и ошибиться причем запросто о это американцы вот здесь здесь я уже знаю как выглядит старинные марки вот их тут вроде бы нету запрятались куда-нибудь елки-палки как убегает от меня прям марка она где-то и не взять ее о но вот это нет она тоже не очень старая нет это не старая это простые марки они уже вываливаются поднять она так вот это куба куба кареус какие же это годов то до фидельский наверно все-таки гондурас бритиш гондурас у меня есть старые марки гондурас и такие забавные считаешь там написано гондурас немножко по-русски звучит как-то смешно на 5 целая страна между прочим так а это что аргентина пошла вот все-таки время много и так вот какой-нибудь сгиб такой вот странички и марка можно опять отклеится вот так вот осторожно и стараешься все равно они отклеиваются потому что образе ли потому что все-таки время свое дело делает клей мог хорошо прихватить он помог и не очень карел чили это чили авиационная почта вот почему авиационная почта подороже стоит потому что их выпускали мало что ли они дорого соответственно они более редко встречаются чем обычные марки поэтому когда там как какая-то старая марка с самолетом это уже скорее всего что-то интересное у нас советские марки с самолетами там 33 года что ли полярная почта к совсем дорогущий даже гашона стоит кучу денег то что в числе вообще молчу 1000 то что парагвай о парагвай весь 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 земной шар на нас запихали уругвай а вот азия это китайский о вот тут я поздравляю это интересно вот это реально интересно китайские чистые марки это сейчас большой цене тут сорок девятый год безуптовая полная серия пять штук вот это круто я не знаю сколько они стоят но скорее всего это не дешевые марки сорок девятый год это сталинское время в таком состоянии идеальным может позже конечно они напечатаны я не специалист но все равно приятно посмотреть он еще китайские марки вау здесь правда гашоная прошло на это уже не то мало между прочим наборчик я такой не видел с птичками вот этот набор у меня есть этого нет да китайские это интересно почему интересно потому что китайцев много там у них коллекционеров много они готовы платить за свои марки и платить так неплохо достаточно надо даже очень хорошо время идет этих марок становится меньше соответственно они только будут дорожать до таких не видел тоже тоже хорошо это мне одна марка есть оказывается в 4 китайский маркет интересная штука китайским маркам неровно дышу потому что мне в детстве мой одноклассник мы еще в первом классе учились притащил несколько китайских марок ой как я им прямо на не такие необычные те иероглифы до сих пор помню этот это у меня целый ну почти целый набор я даже купил и 2 даже вот где марта есть совсем не целый тоже китайский да 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 вот это китайские марки среди них тут есть из надпечатками какие-то тут насмотрю 57 год тут тоже надпечатками тут надпечатками но надпечатки то темный вес потому что надпечатка может стоить кучу денег может вообще ничего не стоить так что тут как говорится все только каталоге ты а это индия кстати говоря до индийские марки я индонезия до марки всего мира республика индонезии а у меня есть подозрение еще такое что возможно этот альбом продавался уже с марками такой тоже может быть кстати говоря просто многие из них могли выскочить хотя нет там чистый листит совсем не тронутые или может быть часть марок там было в этом альбоме кто знает кто знает индонезии тоже данные все азия пошла чего молоку силотан какой-то а там индонезии тоже ох красавица какие птички до республика силотан индонезия какие красивые птицы и около маны да круть полный набор 8 штук да нельзя так тут все чисто ох какой набор большущий малюку селитан тоже интонезии вот она какой набор то 66 всем тут 6 тут 6 12 17 20 23 марки что ли вы а это что по сегмент им ингресси какой-то кипрус типа что ли богатая коллекция конечно чего только тут нет марки простые конечно в основном каких-то подозрительных марок на то чтобы они там супер дорогие были пока еще не встретил ни одной здесь просто период такой недорогой но сам факт что столько марок собрано разных стран на стране надо очень много марок мире выпущено очень много смотришь такой альбом и многое видишь впервые в жизни таиланд австралийские какие-то марки с кенгуру я знаю дорогие серии я ее видел каком-то буклете но здесь ее конечно же нету она очень большая серия здесь да здесь же этот буквально каждую страну по одной чуть-чуть две страничке максимум так что здесь конечно этой серии не будет нету францесси какая-то чего и слой из ландина новая зеландия все вот такой вот большой альбом в астро франко боли на этом я заканчиваю все спасибо за внимание пока пока спасибо алексей и начата пошутить пошутить и пошутить анекдот но хорошо приходит один коллекционер другому коллекционеру приносит ему альбом старый старый альбом и там намертво вклеено много-много каких-то старых древних замызганных марок но смотри как у меня раритет у тебя таких нет не было и скорее всего не будет никогда потому что альбом уже хрен знает сколько лет и там все первые марки всех стран они наклеены видишь к себе криво косо таким клеем это настоящее все никакая не подделка посмотрел полистал да альбом хороший прекрасный наверно ты очень дорого купил да я заплатил приличные деньги ну нисколько не жалею ну что хорошо молодец а дальше что я уже такой уже ход в анекдоте вот такой уже был когда он подделки на наш какой-то другой ход выдумать значит тогда он это туда-сюда-сюда хорошо говорит давай посмотрим по каталогу сколько твоей марки стоит ты там еще не смотрел нет не смотрел давайте посмотрим так ну вот эта марка давайте посмотрим такая страна как здесь нету такой марки не было никогда 2 тоже за магритой принес какую-то вот ерунду выглядит вообще не марки как это мусор блин кто-то тебе это вообще сказал что это марки всем спасибо за внимание что досмотрели этот ролик желаю вам всем удачи счастья здоровья любви успехов и чтобы вашим коллекционным таком действии всегда попадались какие-то интересные находки вы встречались с интересными людьми ну и конечно красивых и таких ценных редких вам марк пока пока